ох друзья найду я чем заняться вечером сейчас вот еду к акрополису надо взять кое-какую машинку и потом после этой машинки я покажу куда мы поедем ну и машинка там непростая сейчас будет сейчас вы все поймете в общем сейчас мы берем вот такую машинку и поедем кое-что забирать на все бывает когда-то в жизни впервые да друзья не то чтобы мне было лень просто я как-то в него сел такой длинный большой я на микроавтобусах таких раньше не ездил на пирожках ездила таких больших нет поэтому я решил дону его и лучше я возьму на автомате а на автомате только электричка ну а что будет электрички так и электрички сейчас точно такой же будет только электрический вот они там стоят вот там сейчас мы на них-то идем возьмем какой-то один из них мой надеюсь от зарядок они отключены я смогу их спокойно взять вот так какой из них мой вроде 67 до 16 смотрим они там не подключены к зарядке случайно что это же самое главное вот так так разорвота не ничего не не подключены все разблокируем идем взял это потому что у него заряда больше залезть то неудобно пробираемся до 2 грузовой такой отлично так ключ есть он хоть электрическими ключ обычный видите вот так ладно заводимся едем потом все вам расскажу покажу о здесь прикольно здесь уже и климат-контроль и все завелась машина ладно я поехал но еще только на таком я не ездил у нас такой вот фургончик volkswagen crafter и электрический полностью так что весело однако и так чё у нас по volkswagen crafter электрический ну короче место здесь дофига едет он классно суперски машина прям бомбезная электричка почему машина бомбезная да потому что я реально боялся на ней ехать а она едет классная найди едет мягко найдет быстро как едешь как на легковушке просто у тебя огромные размеры но при этом честно я ожидал что на таких машинах ездить намного труднее и они там неустойчивые они там не поворотливы еще что-то но я заехал мочу в жилой район у нас забита машинами я без проблем заехал без проблем выехал задом передом вообще крутая машина мне понравилось на такой ездить прикольно ну что ребята в общем ухожу я работать грузоперевозки руки делают вот это сегодня был мой такой красавчик электрический volkswagen crafter здоровенный огромный а самое главное очень приколь итак что же у нас поменяется у нас поменяется я уберу вот эту у нас такой стал тумбочка был такой рабочий и сейчас здесь будет стоять двухметровый стол для двух людей потому что почему так потому что карантин и вся вот эта беда и большую часть времени проводишь дома там учеба онлайн не знаю там работа какая-то онлайн тоже ты проводишь дома так как проводишь дома надо проводить все с комфортом проводить надо все сделать для себя поэтому сейчас вот этот стол разберем и поставим то что хочется то что будет намного лучше чем вот это поехали там кстати полотенца висят так что все как все как у любых других людей постирали надо быстро высушить на батарею не обращайте внимания итак надо же показать вам эпопею с столом как она чем она закончилась в общем ситуация следующая вот у нас такой вот стол я говорил он большой двухметровый две тумбочки по бокам столом здесь идеально просто стоит два рабочих места здесь один ноутбук здесь 2 я с монитором всегда работаю уже не знаю сколько лет лет 10 я привык так работать так очень удобно еще один ноутбук конечно мне нравится что роутер там стоит и провода но скорость подключения по кабелю быстрее чем по вай-фай даже по 5g поэтому по кабелю только подключаемся и пока мне еще не нравится там зарядки правда разные так далее тоже с этим надо разобраться здесь ничего нет здесь поставили здесь уже ничего нет здесь стоял сервант огромный его нет здесь поставили детский пока и это временное решение еще с проводами разберусь укладу их и все будет супер как то вот такая ситуация и сегодня еще мне повезло вот такой мне мониторчик дали асус ва 27 дали его на несколько месяцев попробовать он идет 27 дюймов ips матрица так 75 часто обновления это такое но самое главное 2к идет 2560 на 1440 да это мне больше всего интересно я хочу пробовать его вместо своего у меня можно сказать дело той стандарт 24 дюйма full hd ips матрица матовый матовое покрытие это золотой стандарт на сегодня но хочу попробовать 27 может он будет лучше вот такие вот дела так что вот такое у нас обновление можно сказать долго про это думал потому что так намного удобнее работать особенно исходя из всех вот этих карантинных дел и из-за того что работа очень часто из дому онлайн нужно как-то все совершенствовать что скажете что у вас с этим карантин как вы дома работы работаете работали потому что я знаю много кто работал в офисе и сейчас продолжает дальше работать из дому то есть и офису и руководству так удобнее с ним людям так удобнее поэтому после карантина после первого конечно много чего изменилось в частности с с работой вот такой оставляйте свои комментарии действительно интересно послушаем пообщаемся в комментариях гол какая ситуация ну давайте тогда до завтра оставляйте свои комментарии всем привет мы сегодня опять на горю на скринок я не помню я вам показывал его или нет сейчас хочу показать я иду в основном вот сюда там снизу есть продуктовый мясо курица такое все что кто хочет здесь это получается крытый павильон это все крытый там несколько этажей и можно походить купить посмотреть что вам надо а там дальше если туда дальше идти там есть открытые они тоже типа крытой но они на улице находится здесь здание а те на улице сейчас я покажу вам продуктовый и потом остальные покажу чуть-чуть и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как выглядит рынок с другой стороны Вот это все что на улице получается Там куча всего Там велосипеды, одежда Так же С той стороны Там где заправка видно Флаги С той стороны там автомобильный рынок вообще С другой стороны получается Там все автомобильные машины Можно купить резину и так далее А здесь вот такой вещевой и продуктовый получается Вот так оно все выглядит Куча людей Вот такие дела Ладно на тот рынок я уже не пойду Потому что там по сути то же самое Просто только на улице Там велосипеды еще и думаю Куча всего есть Другого Все что можно купить В магазинах в принципе Но возможно цены другие В общем друзья Вот такой вот рынок как рынок Базар как базар Что еще здесь сказать Вы здесь можете купить абсолютно все что вам нужно Насчет цены Дешевле ли здесь или в магазине Честно не скажу Потому что Не интересовался Мы сюда ездим по другим причинам Потому что здесь можно купить то что нельзя купить в магазине И такое бывает Поэтому Вся вся возможность Ну поедете Посмотрите Может что-то даже не купите здесь На Гарю Найке Кроме машины Потому что в основном Гарю Най Все знают что там нужно машину купить Ну Не только сегодня Как говорится Ладно Поехал я дальше Поехал я дальше